рождественский пост последний многодневный пост в году он начинается с 15 28 по новому стилю ноября и продолжается до 25 декабря 7 января длится 40 дней потому именуется в церковном уставе четырех десятницей также как и великий пост так как заговенье на пост приходится в день памяти святого апостола филиппа 14 ноября старого стиля то этот пост называют филипповым установление рождественского поста как и других многодневных постов относится к древним временам христианства уже с четвертого века святой амбросий медиаланский филос 3 блаженный августин упоминают в своих творениях рождественский пост в пятом веке о древности рождественского поста писал лев великий первоначально рождественский пост длился у одних христиан семь дней у других несколько больше на соборе 1166 года бывшим при константинопольском патриархе лукея византийском императоре мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником рождества христова 40 дней рождественский пост зимний пост он служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с богом и приготовлением к празднованию рождества христова лев великий пишет само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами чтобы в течение года мы познали что непрестанно нуждаемся в очищении что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостыню истреблять грех который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий по словам льва великого рождественский пост есть жертва богу за собранные плоды как господь ущедрил нас плодами земли пишет святитель так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным по словам симеона фессалоникийского пост рождественской четыридесятнице изображает пост моисея который постившись 40 дней и 40 ночей получил на каменных скрижалях начертания словес божиих а мы постясь 40 дней созерцаем и приемлем живое слово от девы начертанное не на камнях но воплотившиеся и родившиеся и приобщаемся его божественной плоти рождественский пост установлен для того чтобы мы ко дню рождества христова очистили себя покаянием молитву и постом чтобы с чистым сердцем душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир сына божия чтобы кроме обычных даров и жертв принести ему наше чистое сердце и желание следовать его учению и и и и и и